Вчера в Спасо-Андруниковом монастыре состоялся крестный ход и захоронение останков старинного некрополя, в котором покоились воины Куликовской битвы и участники других воин, многие поколения москвичей. Пока их не потревожили вандалы-нувариши, уже подтянулись общественники тяжеловеса, известные актеры Николай Бурляев, Дмитрий Певцов, скульптор Салават Щербаков, представители Министерства культуры и государственной власти. Николай Бурляев отметит в комментариях, что с историей Андруникова монастыря его познакомил еще Андрей Тарковский, и для него это место и Кремль особо значимы в истории России, и я даже не знаю, которая значима ей. Останки несли представители общественной организации 40-40, было много прессы. Думаю, во многом это заслуга общественника Сергея Конолухова, который вот уже несколько последних лет бессменно бьется за возрождение Спаса Андруникова монастыря. Когда мы подошли к месту захоронения, то обнаружили, что вчера открытую могилу успел закопать хозяин шашлычной, мечтающий отсудить территорию древнего погостового монастыря. А еще камни туда накидал. Сам же шашлычник наблюдал за происходящим издалека, но посмотреть нам в глаза не решился. Пришлось взять лопату и лом, дробить и откапывать камни. Председатель общественной организации «Русская единая» Сергей Моисеев говорит, что рад приложить руку к тому, что останки наших предков, устроители русской цивилизации, упокоятся с миром и уже не будут потревожены до Второго пришествия Христова. Очистим Третий Рим от скверны, тогда, глядишь, появится уважение к себе, к своей истории, к своему народу.